Здравствуйте, мои дорогие подписчики и просто зашедшие на канал из любопытства! Я рада всем, кто заглянул ко мне, и надеюсь, вам понравится этот канал, посвященный старению и сезяществу, здоровью и модным штучкам для элегантного возраста, и вы будете захотеть почаще. А сегодня я хочу затронуть тему любви после 50-ти. У меня много примеров, когда женщины прекрасного элегантного возраста обходят эту тему стороной. И вот я до сих пор не могу понять, почему женщина должна стыдиться желания выйти замуж? Или почему такое желание поочаряется только в молодом возрасте? А если вам 40 или 50, или даже за 60, и вы решили найти мужа и создать семью? Сразу скажу, это абсолютно возможно, кто бы не говорил обратное. Тем, кто пытается убедить вас, что уже поздно, или что вы просроченный товар, не верьте ни одной секунды. Это завистники, злопыхатели или закомплексованные личности. Да, конечно, вам уже не 20 лет. А это значит, что нет времени на эксперимент и ошибку. Поэтому для начала к выбору будущего мужа надо подойти к определению, ну, скажем так, ингредиентов своего любимого блюда. Обозначить те составляющие, которые вам необходимы для здоровья и удовольствия после его приготовления. И вы знаете, я еще бы сказала, что создание семьи в зрелом возрасте можно назвать даже проектом, для которого нужно составить грамотный чек-лист. В общем, если в 20 плюс брак этой эмоции, то дальше про осознанный подход и семью, дружбу. И вот, девочки, исходя из высоты своего возраста, я бы посоветовала, как создать семью и на что обратить внимание, то есть на какие самые важные качества в будущем мужа я бы определила. И это, например, так, что это состоявшийся человек, у которого есть любимое дело. Он стремится заботиться о вас, он готов меняться ради вас, он тратит на вас время, эмоции, силы и даже деньги. У вас достаточно много схожих интересов, и он уважает ваше личное пространство и имеет свое. А вот к тому, что интересует меньше всего, я бы, например, отнесла внешность, умение или неумение одеваться, тут вы всегда можете подсказать, социальное положение и место проживания. И вот по поводу последнего пункта, почему-то многие жители столиц, жительницы столиц, панически боятся вступать в отношения с мужчинами из других городов. Но если мужику нужно просто перебраться в другой город, на готовую жилплощадь, и он ищет такой вариант, то это быстро, очень быстро можно понять. Вообще не проблема ни разу. А на самом деле, я думаю, вы со мной согласитесь, многие не столичные мужчины бывают куда интереснее и привлекательнее, чем коренные горожане. Ну, это уже немножко другая тема. И еще, девочки, не надо долго ждать, пока он определится, готов он жениться или нет. Я считаю так, если после года знакомств и обоюдного понимания того, что вы друг к другу подходите, и мужчина не делает предложения, с ним надо расставаться. Девочки мои хорошие, я бы с большим интересом послушала ваше мнение. Вы согласны, что в определенном возрасте нужно ориентироваться не на эмоции, а больше на разум? Или принцип «слушай только сердце» актуален до самой смерти? И вы знаете, что я хочу сказать? Некоторые женщины находят свою любовь и в позднем возрасте. Хотя, конечно, иногда в такие истории трудно поверить. Я вот недавно прочитала интересную статью. Я привожу вам ее дословно, но это не мои слова. Приехала в гости к сестре. Смотрю, она сильно озабочена, от телефона не отрывается. «Все нормально?» – спрашиваю. «Представляешь?» – говорит. «Три подруги и одновременно влюбились». Запуталась уже в их любовях. Не знаю, кому первая отвечать. Одна подруга из Твери – Света, вторая в Испании живет – Лена, третья – Марина из Краснодара. А теперь внимание! Следите за цифрами. Свете 64, Лена 66, а Марине 67. Я застыла с ложечкой варенья на полдороги и выдохнула. Подробности, пожалуйста. В общем, Света недавно разъехалась с нелюбимым мужем и встретилась с другом из юности – Владиславом. Друг оказался свободным после развода, вот уже несколько лет пребывал в духовном поиске. Медитировал на рассвете, носил ярмолку, крутил четыре китайских шарика в одной руке и мечтал добраться до священной горы Кайлас. Встретившись со Светой, месяца через два объявил, что нашел свою духовную точку в пространстве – ее, Свету. Отложил шарики, снял ярмолку, и теперь они вместе ходят на выставки, в театры, ездят на лечебные воды в Италию. К Кайласу Владислав относится скептически. Слишком высоко говорит, да и зачем. Познать целый мир можно, не выходя из двора собственного дома. Говорит он, гордо поглядывая на Свету. Про то, что цитирует Лао Цзы, не уточняет. Света уверена, что это его собственная мысль, и отвечает ему восхищенным взглядом. Пусть, почему нет? Разве так уж важно, чья это мысль? Главное, что в ее глазах появился блеск, а в его взгляде сверкает юношеский задор. Лена из Испании двадцать лет была замужем за бизнесменом из Барселоны. Недавно стала вдовой. Муж долго болел и завершил свои земные страдания, ну, наверное, обрел облегчение и покой. Лена тоже, хотя примерно полгода пребывала в меланхолии и носила длинную одежду, которую заранее сшила сама как раз для такого случая. Меланхолиям придала ей привлекательность, и в нее влюбился Рональдо из Мадрида. Завалил цветами и приглашениями в ресторан. Лена ожила и воспряла. Длинную юбку сменила на короткую и вытащила из глубины шкафа туфли на каблуках. Рональд оказался состоятельным вдовцом с недвижимостью во Франции и в Германии. Кроме этого, он оказался масоном. Поэтому их первая совместная поездка состоялась на Мальту, где Лену представили друзьям и соратникам по ордену. И судя по тому, что вскоре Рональд сделал ей предложение, соратники кандидатуру невесты одобрили. Теперь Лена думает, что ей делать. Рональда ей нравится. Недвижимость тоже. Но масонство настораживает. Там, говорит Лена, есть подводные камни. Как ты думаешь, почему-то шепотом спрашивает меня сестра, эти масоны не принесут ее в какую-нибудь жертву. Я о масонстве знаю поверхностно, но на всякий случай отвечаю, все может быть. И у нас осталась Марина из Краснодара, которая вообще-то замужем. А тут через соцсеть на нее вдруг выплыл вожатый из пионер-лагеря, куда она ездила в школьные годы. Первая любовь, она такая, не забывается. Бывшие пионеры начали переписываться. Марина вспомнила величественные советские костры, песни под гитарой и поняла, что пропустила в своей жизни самое главное. Для встречи с другом в реале Марина купила дорогущее платье и вставила виниры. Сестру замучила фотографиями с украшениями, нужен был совет, какие серьги больше подойдут к платью. До этого Марина лет 10 ходила исключительно в спортивных костюмах. И вот думаю, ладно, Испания, Европа, там вроде как принято строить отношения со сверстниками, но вот у нас-то процветает мужской шовинизм. Мужчины солидного возраста стараются найти женщин помоложе. И женщины постарше страдают. И не потому, что им до зарезу необходим бойфренд. Некоторые прекрасно обходятся и без него. Особенно, если есть любимые дети и внуки. Но сам факт игнора, согласитесь, унижает. Хотя, может быть, сейчас что-то меняется в нашей жизни. Подскажите, девочки, а у вас есть примеры любовных историй в пенсионном возрасте? У меня есть моя подруга, которая умудрилась в 50 лет развестись со своим мужем. И вот, хотите верьте, хотите нет, ей уже более 60 с излишком лет. У нее до сих пор сейчас стоит очередь с предложениями руки и сердца. Вам интересны такие темы? Поделитесь своими взглядами и своими историями. Если вам было интересно, подписывайтесь на мой канал, поставьте лайки и делитесь своими мыслями. Мне очень интересно знать ваше мнение. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok